ПОТАПИНКА БУДЕТ Ну и вопросы, 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 вопросы. Это самое святое, что я люблю. Слышите, у меня в гостях экономист, президент инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Борисович Коган. Евгений Борисович, доброе утро. Доброе, если утро бывает добрым. Утро всегда доброе. Представьте, что где-то ночь. И уже утро. Наоборот, ночь, значит, они еще спят, расслабляются. Ну, им же еще предстоит вот этот переход. Представите, какой ужас. А у нас он уже случился. Ну, ладно, не суть. Говорят, тут пенсии заморозили в очередной раз. Вы знаете, дело в том, что разговоры про то, что их заморозили, идут, в общем-то, давно. Это старая песня о главном. Но смысл следующий. Да, действительно, накопительную часть пенсии у нас заморозили. Это правда. Правда, заморозили давно, надолго и, судя по всему, навсегда. Вот. Является ли это новостью? Нет, не является. Если где-то чего-то совсем не стало, мы знаем, как по-русски это называется. Но мы не будем это называть. Скажем деликатно, что, по всей видимости, не скоро разморозят. Или не разморозят совсем. Трудно сказать. Вы знаете, это зависит. А вдруг государство найдет много денег? Вдруг нефть станет 200 и так далее? Тогда вот найдут. А не станет, не найдут. Но если мне не изменяет память, когда у тебя отбирают, а потом не возвращают, это такой, по-моему, это грабеж. Нет, это нормальное состояние российского человека. А, ну все, я понял. Тогда да, согласен, если исходить из этой логики, то да. Но ведь при таком подходе получается, что наших сограждан толкают в пучину черных зарплат, а потом же будут говорить, ай-яй-яй, как это нехорошо? Вы знаете, власть меньше всего волнует, куда на кого толкает. Но вопрос не в этом. Если мы с вами рациональные люди, то каждый из нас начинает задумываться об одной простой вещи. Что на государство, как бы, надейся, традиционно, мы всегда надеемся на него, ну, так уж воспитано. Да, я так понимаю, вариантов-то особых нету. Но, но, так сказать, сам не плашай. И, вы знаете, вот количество, например, индивидуальных инвестиционных счетов резко растет на бирже. И вообще количество игроков на бирже растет. Это что, просто так? Нет. Люди начинают задумываться о том, что выхода у них нету, надо самим накапливать денежки. Вы знаете, ко мне, вот, как инвестбанкир, не зарастает народная тропа. Приходят люди каждый день. А вот как мне накопить деньги? Где, как, как структуризовать, в какой валюте, в каких активах держать? Это вопрос каждого дня. Это нормально. Люди задумывались и поняли, что, в общем-то, о них, наверное, как-то позаботятся. Обеспечат им некий нищенский уровень жизни. Если вот они не будут сами думать, то у них будут две задачи. Решить, вот на что это направить, на лекарство или на коммуналку. А уж питаться, ну, наверное, святым духом. Вот, а чтобы питаться, ну, надо самим что-то делать. Вы знаете, ничего оригинального. Согласен. Но, с другой стороны, есть одно терзает смутное сомнение в той части, что индивидуальные-то счета, ну, их какое-то время назад не было. Так может, и как с накопительной частью пенсии сделают, что называется... Экспорприруют? Да. Не, ну, я бы, честно говоря, до такой крайности не доходил. Нет, я не думаю, что это будет. В действительности, та идея насчет индивидуальных накопительных счетов, или вот ИИСов, так называемых, она, в общем-то, идея здравая. И то, что государство дает налоговый вычет определенный, хотя копеечный, если честно. 52 тысячи, по-моему. Ну, слушайте, с точки зрения... 52 тысячи на дороге не валяются, это деньги. С другой стороны, если человек хочет накапливать себе реально на пенсию, понимаете, 52 тысячи вот этих вот его не спасут. Правда, сегодня открываю, так сказать, прессу, читаю, что хотят запретить инвестиции через ИИСы в иностранные ценные бумаги, или покупку валюты. Понимаете, вот все было бы хорошо, но меня всегда вот в такой ситуации терзают сомнения. Ребята, ну, вот, вроде как, вот как обычно, по-черномырдински, хотим, как лучше, поддержать российский фондовый рынок. Только получится-то, как всегда, у нас что, много эмитентов, которые можно вкладывать. У нас сегодня наши эмитенты заинтересованы в росте своей капитализации. У нас возродилась парадигма нашей капитализации. То есть, грубо говоря, мы создаем завод, чтобы его капитализировать, вытащить на биржу, раскрутить и так далее, и сделать всех счастливыми и богатыми. Нет же. Нет, потому что у нас вот эта вот паразигма капитализации, идея, что мы работаем на капитализацию, она тихо скончалась где-то между 2009 и 2014 годом. Ну, я не думаю, что она очнется просто потому, что мы что-то запретим. Может, мы подумаем для начала что-нибудь разрешить, а еще лучше не мешать. Ох, опять, вот, как я говорю, аполитично рассуждаете. Понимаете, если вас так послушать, так будет много эмитентов, а ведь кто-то из них будет проваливаться и будет разоряться, и кто-то же, соответственно, будет разорять своих вкладчиков, своих акционеров, а этим надо будет заниматься. Это вот вам, как скажет любой государственный чиновник, он вам скажет, что зачем я буду. Так вот у нас есть там эмитентов, их можно пересчитать, там, не знаю, по пальцам двух рук от сил, там. Какой-нибудь «Газпром», «Сургутнефтегаз», ну, там, в общем, не они. И это называются голубые фишки, причем если за рубежом эти голубые фишки так чуть-чуть подергиваются, то у нас эти голубые фишки могут как... А потом вниз. Дим, я отвечу. Во-первых, это немножко не так. Наш фондовый рынок — это сотни и даже тысячи эмитентов. Это первое. Второе. Ваш покорный слуга занимался всю жизнь тем, что создавал рынки акций второго эшелона. Лично я, ну, вернее, я с ребятами, своими командами, более 200 компаний вытащил на фондовый рынок, сделал листинги, IPO и так далее. Поэтому мне рассказывают, что у нас 20 эмитентов не нужно. Но здесь другая проблема. Проблема в том, что реально ликвидные у нас, ну, вот именно эти самые 20 абсолютно здесь правые. А все остальное не ликвидно. А почему? А потому что, ну, как вкладывать какой-нибудь урюпинский завод, там, не знаю, цветных металлов, если ни его менеджмент не думает, ни капитализация, ни никаких стимулов нет. Ну, возвращаемся к тому, с чего я начал. Поэтому, вот как вы знаете, у нас с одной стороны фондовый рынок есть и достаточно большой, с другой — это иллюзия. Вот это, к сожалению. Теперь, что касается рисков. Понимаете, риски, они везде есть. Только у нас они чуть больше. Почему? Потому что, во-первых, докторские бригады у нас любят выезжать на предприятие, знаете, таких профессиональных докторов. В погонах. Ну, разные, так сказать, в погонах, не в погонах. Бывает и не в погонах. Но доктора умеют лечить. И, соответственно, понятие капитализации их волнует так же, как зайца стоп-сигнал. Тема номер два. У нас есть валютные риски. Вы знаете, мы можем накапливать в рублях, а дальше будет, как из старого еврейского анекдота. Вы знаете, мой муж, он вообще гений, главное, очень смелый. Что, он космонавт? Нет. Он пожарник? Нет. Нет, а что же? А он в рублях копит. Угу. Ну, да. Ну, все-таки красивая бумажка. Например, я как нумизмат могу сказать, что за последние, там, 20 лет у меня есть разные 200 рублей, разные, там, пятитысячные купюры, 500-рублевые. Очень любопытные, знаете, если наблюдать историю России в деньгах, это, в общем, так забавно слушается и видится. Понимаете, купюры действительно стали достаточно красивые. Вот иногда, знаете, беру двухтысячную купюру и жалко отдавать. Вот, вот, понимаете, а то, если еще приложение использовать, увидеть, как эти машинки ездят, как там этот мост, как чайки летают, это же, это же действительно красиво. Производ, просто произведение искусства. Так я иностранцам показываю, показываю, они вообще в шоке. Это действительно здорово, красиво. Кстати, правда, ребят, потрудились на славу, так сказать, оставим в стороне все остальное с точки зрения... Там-то непонятно зачем, но, ну ладно. Не-не, ну, все равно красиво. Красота должна быть вокруг нас. Проблема-то в другом. Проблема в том, что, опять же, рубль сам по себе, это неплохая валюта сегодня, достаточно устойчивая. Причем ее никто не поддерживает. Ну, может, даже немножко снизят, так сказать, ставочку, и тогда есть шанс, что рубль чуть-чуть девальвируется. Но пока нефть высокая, пока огромные доходы от нефти и экспорта, от, так сказать, экспорта металлов и всего остального, у нас гигантские поступления. Если бы не бюджетное правило, честно говоря, рубль был бы сейчас не 60, там, 2-63, а 52. Но это отдельная история. Поэтому сам по себе рубль у нас неплох. У нас плохая история. Когда вот мы все накапливаем в рублях, и процентные ставки вроде бы хорошие, все замечательно, потом трах-бах, ну, а дальше, опять же, по-черномырдински. Хотели как лучше. Вот, поэтому, понимаете, вот когда мы обеспечим рублю действительно вот эту стабильность, и не будет у нас вот этих шоков, каждый раз по разным причинам. Когда-то санкции, когда-то там, не знаю, плавающий курс, а до этого вспоминаем, что было. Поэтому, вот, если так говорить откровенно, можно, нужно сегодня вкладывать в рублях. Да, процентные ставки хорошие, да, дивидендные доходности обалденные. Вот реально обалденные. Посмотрите, Сургут, нефтегаз, дивидендная доходность была 18%. Ну, это действительно много. Только после отсечки бумага упала больше, чем на 18%. Знаете, почему? Люди смотрят, у Сургута огромная денежная подушка, валютная. Народ смотрит, и, ну, наверное, рубль будет, может быть, укрепляться, кстати. Поэтому, ну, а зачем вкладываться? Но, если серьезно, народ не ожидает дальнейших, вот в дальнейшем больших дивидендов. Повезло, ура-ура. Ну, про Сургут отдельная история, я думаю, сейчас не стоит. Идея в том, что наш народ приучен не к долгосрочным решениям, а, знаете, вот сегодня схватил, утащил и побежал дальше. Здесь и сейчас. Вот это характерное наше все. Но еще раз говорю, про рубль, в принципе, ничего плохого-то я сегодня сказать не могу. Это одна из самых, как удивительно, но, тем не менее, стабильных валют. Если мы быстро, вот достаточно быстро не начнем понижать процентную ставку, я боюсь, как бы наш рубль вообще не укрепился очень сильно. Это будет беда для экономики, между прочим. У нас и так темпы роста очень творческие. Ну, как нарисовать? Ну, я думаю, так сказать, выпускники Хогвартса, они все умеют классно делать. Так вот, понимаете, какая штука? Высокие процентные ставки. Весь мир сейчас включается в гонку девальваций. Ну, пытаются поддержать, так сказать, отечественного производителя или отечественного экспортера своего. Поэтому, если мы это не сделаем и не понизим свою ставку, то нашим экспортерам действительно будет трудновато дышать. И вот этот вот задел экономического роста прошлого года, минимальный, кстати говоря, потому что, ну, отчего он возник? Вот, небольшая девальвация была. Ну, это помогло экономике, помогло экспорту. А сейчас что? Какие драйверы? Структурных реформ у нас нет. Идут одни разговоры о помощи, там, мелкому бизнесу, среднему бизнесу, о каких-то мегапроектах, о которых я слышу, только не понимаю, где они, за счет чего и, главное, кто их будет делать, и как те деньги, которые пойдут на мегапроекты, они улучшат состояние конкретно Васи Пупкина из Череповца. Вот я не понимаю. Вот, понимаете, благодаря этому и люди не понимают, и в итоге, если сейчас не снизить ставку, не дать хоть какой-то импульс экономике, то мы увидим отрицательный темп роста, мы увидим рецессию. Но, еще раз говорю, это не панацея процентная ставка, это только маленькая часть решения проблемы, только маленькая таблеточка, а таблеток нашей экономике нужен ворох. 730-101. Евгений Борисович, попрошу вас надеть наушники, пообщаемся со слушателями. Друзья, вы можете звонить в эфир, задавать ваши вопросы. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Ой, господи, здравствуйте. Я обожаю мозги Когана, это просто вообще, просто супер мозги. Расскажите мне, пожалуйста, про сургут нефтегаз, который вы обошли, вот, где-то там танцами. Я просто готова послушать вас более тщательно. Спасибо. Спасибо. Ну что, главное, чтобы их не ели. Вот я тоже хотел сказать, понимаете, вы готовите, наверное, просто не умеете. Вот, что касается сургут нефтегаза, тут все очень просто. Это достаточно эффективная нефтяная компания, нефтегазовая. У них вроде как все нормально. Но из-за того, что у сургут нефтегаза гигантская денежная потушка в долларах, то для них более существенны даже не цены на нефть, потому что все равно большую часть сверхдоходов государства заберет, а именно курс рубля, поскольку рубль укрепляется, то часть инвесторов решили, ну что, дивиденды получили. Вроде как рубль особо слабеть не собирается, значит, эффект девальвации не будет влиять на прибыльность. Очевидно, в следующем году не стоит ждать хороших дивидендов. Ну, поэтому продают. Знаете, я не хочу и не могу, по закону, кстати говоря, давать рекомендации, тем более в прямом эфире. Но я могу сказать одно. Лично я на этих уровнях при фасургута потихонечку покупаю. Считаю, что после того, как наш центральный банк все-таки начнет понижать процентную ставку и рубль чуть-чуть начнет слабеть, а может быть и не чуть-чуть, то сургут полетит в обратную сторону. Но рекомендации давать не могу. Все-таки, ребята, это спекуляция. Это хорошее, что спекуляция вообще прекрасная вещь. Если говорить об инвестициях на российском фондовом рынке, с какой цифры можно было бы начинать? Да с любой. Вопрос вашей цели. Смотрите, инвестиции, что это такое? Это желание вот сегодня-завтра заработать, урвать что-то, спекуляции? Ну, так можно и с тысячи рублей. Тысячу превратить в полторы, в две или там свести к нулю. Если ваша цель – долгосрочные уложения и именно пенсия, опять же, любая сумма. У нас на бирже можно хоть, я не знаю, 10 тысяч рублей вкладываешь и вперед. И, кстати, много замечательных продуктов. Давайте так, мы любим покритиковать, но есть достаточно много весьма неплохих и достаточно ликвидных продуктов, которые можно покупать. Это я здесь не пришел заниматься рекламой, а вот серьезно. И по фезе. Ну, давайте так. Если мы считаем, что рубль будет более-менее стабилен в течение, относительно стабилен в течение нескольких дней, доходность 7-7,5 годовых, причем с учетом процентов на процентов, ну, ребята, это неплохо. Ну, вот, хотя бы фезе. Да, как вариант. Долг у государства маленький – маленький. Внутренний долг большой – совсем небольшой. Значит, государство будет обслуживать фезе, еще как будет. Более того, если мы ожидаем снижения процентных ставок, это значит, что вы, держа фезе, получите два вида дохода. С одной стороны, купоны, с другой стороны, capital gain, то есть, рост цены, потому что они будут, ну, бежать вслед за процентной ставкой. Чем более дальней у вас сейчас ОФЗ, тем больше можно заработать. Ребята, только осторожнее с этим. Плечо штука опасная. Но, тем не менее, в условиях снижения процентных ставок, например, если у вас 10-летние ОФЗшки, и процентная ставка съехала на 1%, там, не 7,5% стало, а 6,5%, то вы можете заработать порядка, ну, там, сложная формула, ну, процентов 8 дополнительно. То есть, представьте, у вас купон, там, сколько там, 7, 7,5%, плюс еще 8, просто, вот, прирост цены. Ну, и что, плохо, что ли? По-моему, нормальная инвестиция. Тут главный вопрос горизонта планирования, потому что вот горизонт планирования, например, я бы за 21-й год не загадывал бы. Да я бы и за 20-й не загадывал. Ах, нет, это вот, это вы зря. Я хотел, чтобы вы хоть, вы наоборот сказали, Дмитрий, надо планировать на десятилетие. Вы знаете, это смотря с какой точки зрения. Смотрю на детей, планирую на столетия. Смотрю на нашу жизнь, планирую на завтра и думаю, боже, может быть, что-то изменится. Ну, вот, хорошо. Но снижение процентных ставок, насколько я себе понимаю, если и будет, то оно будет, ну, такое, незначительное достаточно. Вот это вопрос творческий. Если бы ЦБ продолжало свою традиционную, достаточно консервативную политику, то можно ожидать в этом месяце, ну, допустим, 25 байсис-поинтов. Ну, иначе говоря, будет не 7,5, там 7,25. Ну, еще когда-нибудь, еще четверть процента во имя стабильности. Но у меня есть легкое подозрение, что вот эта вот гонка, еще раз говорю, девальвации и гонка валютных войн, которая потихонечку начинается в мире, все хотят снижать процентные ставки. Чтобы просто их валюта не была слишком крепкой, и экспортеры не страдали. Американцы собираются сейчас. Ну, и у нас вариантов нету, потому что мы сидим только на экспорте. То есть у нас это вопрос времени. Да, разумеется. Поэтому лично я думаю, что, ну, опять же, зная наш консерватизм, может в этот раз и четверть процента, а может быть и полпроцента. Но в течение года, если ничего не изменится в мировых трендах, и вдруг по миру не пойдет инфляция, что в течение двух-трех лет вполне себе возможно. Ну, правда, это следующее. Сегодня говорят, скорее, дефляция. То я не исключаю того, что через год мы увидим 6,5, может быть, даже 6,25. Ну и слава богу. Хотя, если честно, на Морганч у нас, то есть на уровень нашей ипотеки, это будет влиять, к сожалению, пока не очень сильно. Я вот тут сделал расчеты, посмотрел, ну, для себя. Понимаете, я бы, например, отважился на этот рискованный такой прыжок. Вот только тогда, когда ипотечный... Прыжок веры? Ой, я уж не знаю, куда прыжок. Так вот, в двух обстоятельствах. Первый, если бы у меня доходы были стабильно в валюте, например, в долларах, а брал ипотеку в рублях. И второе, если бы ставка была, ну, хотя бы 5-6 годовых. Потому что сегодня, если ты берешь под 10 годовых, то и срок, там, 15-20 лет, то, по сути, процентами ты выплачиваешь еще одну стоимость квартиры. Вы скажете, а какой выход? Ну, да вы знаете, тех, у кого, так сказать, неогромные заработки, выхода-то большого нет. Или жить на съеме. Ну, это уже традиционный разговор, что лучше. Станислав из Челябинска спрашивает, подскажите, пожалуйста, в чем отличие ПИФа от индивидуального инвестиционного счета? В чем разница, какие есть плюсы и минусы при инвестировании в них? Спасибо. Ну, смотрите, это вообще разные вещи. ПИФ – это когда дядя управляет, а индивидуальный инвестиционный счет – это когда вы управляете. То есть вы сами сделали себе индивидуальный этот отчет и приобретаете то, что считаете нужным или то, что вам разрешают. А ПИФ, ну, вы вкладываете, это некая форма коллективных инвестиций, когда решают профессионалы. Хорошо они управляют или плохо, вопрос абсолютно творческий. Ну, главное отличие, что это форма коллективных инвестиций, где решают, так сказать, ну, некий совет управляющих или управляющий, неважно, но не вы. Вот в этом основное отличие. Ну, главное тут еще основное, что для… Я помню, были такие ПИФы Добрин Никитич, Илья Муромец, что-то, по-моему, тройка их как раз делала. Вы еще Рубика вспомните. Конечно, так. Как не вспомнить, потому что у меня эти бумажки до сих пор где-то валяются. Нет, ну, ладно, допустим, фонды «Тройки» не были самым большим злом в мире. Согласен, да. Но это было очень любопытное такое. Просто ПИФ любую, ну, и правда… Вот я говорю, основная проблема для меня, как не совсем профессионального инвестора, но все-таки инвестора, когда в какую секунду они скажут «Все, лавочка закрылась, мы пошли, дальше разбирайтесь сами». Удивим, я бы так все-таки не упрощал. Значит, вы знаете, фонды вот эти вот, не только Добрин Никитич, а вообще паевые фонды в России, это жутко зарегулированная штука. Поэтому, знаете, вот я как человек, который профессионально работает на этом рынке, скажу, там шаг вправо, шаг влево. Попытка места. Абсолютно, расстрел на месте. То есть вы, управляющие, очень сильно, не могут никуда особо двигаться, есть определенные классы активов, которые не могут вкладываться. Ну, извините. Так что, знаете, с точки зрения украсть, ну, украсть можно, знаете, вот вы сейчас отвернете, я вас тихонечко из кармана что-нибудь вытащу. Не, я сейчас как раз не про фонды. Фонды-то здесь вторичные. Просто государство скажет, что все, вот лавочка закрылась, и теперь все, фонды все могут быть свободны. Ну, вы знаете, гипотетически, и инопланетяне могут высадиться. Теоретически, да. Но я не думаю, что государство так сделает, потому что, а, это нерационально, б, глупо, а в, это чревато. Поэтому, нет, я не думаю, что как раз вот эти формы инвестиций могут ограничить классы активов, могут сказать, что, ребят, с сегодняшнего дня только российское, наше родное, посклонное, можно приобретать. Например, УФЗ. Ну, еще какую-нибудь такую умную вещь скажут. Это, пожалуйста, это у нас святое. А вот запретить, или там ограничить, или вот сказать, с сегодняшнего дня это заморожено, ну, это вряд ли, потому что, а кому это нужно? Это никому не нужно, это нужно, наоборот, поощрять и развивать. Причем, ну, со всех точек зрения, и с электоральной, и с здравого смысла. Ну, и с точки зрения даже, вы знаете, ну, власть никогда не делает шагов, которые были явно бы против ее интересов. Это против интересов, а главное, зачем? Чтобы деньги эти украсть, трудно. Получить как-то на карман, распилить тоже трудно. Поэтому я не думаю. Будем надеяться на лучшее, об этом поговорим в следующей части. Не переключайтесь. Потапенко будет. Ну что, мы продолжаем. Меня в гостях Евгений Борисович Коган, экономист, президент инвестиционной компании «Московские партнеры». Не могу не задать этот вопрос. Ну, вот смотрите, за очень короткий в экономической перспективе, в исторической перспективе, у нас поменялось «А» государство и менялись парадигмы. Что-то там открывалось, закрывалось. А вот инвестор, нелогичнее было бы задать вам вопрос, как инвестбанкиру сказать, а чего я буду развлекаться этим не очень понятным рынком? Ну да, хорошо, какие-то объемы активов я буду держать здесь, как в Сомали, а не пойти ли мне на зарубежный рынок? Так большое количество российских инвесторов уже давно там. Я вам коротко отвечаю. А сколько нужно денег, чтобы быть там, и какие доходности можно получать, ну, в зависимости, конечно, от стратегии? Ну, сколько денег, немного. В действительности, зависит от брокера, но есть ритейловые брокеры, которые, как ни странно, и Киевоси, то есть процедура изучения клиента, у них это достаточно быстро, автоматизировано, вы будете удивлены, и аллергия на нашего российского брата не такая большая, как казалось бы, есть, как казалось бы, может быть. Вот. И сумма инвестиций, ну как, ну, 500 тысяч рублей, миллион рублей, уже можно вполне работать на зарубежных рынках. Другое дело, что набор инструментов тут, может быть, не очень большой. То есть, понимаете, есть много брокеров, которые предоставляют различные сервисы. Не все, не каждый брокер покрывает те или иные площадки. То есть, к примеру, вот я работаю на зарубежных рынках через несколько, достаточно большое количество разных брокеров, потому что у каждого свои условия. Кто-то на бандах лучше работает, кто-то на биржевых площадках, кто-то дает кредитные, так сказать, ресурсы лучше. Ну, потому что тебе надо перепрыгнуть с площадки на площадку, тебе нужно быстро организовать ликвидность в другом месте. Значит, тебе нужны разные брокера и возможности, так сказать, пока переводишь деньги с площадки, ну, казначейские вещи, вот, то тебе нужно каким-то образом быстро крутиться. Ну, иначе это секреты профессии. Вот, поэтому таких площадок много и все нормально. Теперь второй был ваш вопрос. Доходность. Смотрите, чудес нет ни здесь, ни там. Вот доходность выше 4-5% в долларах это уже риск. Вот мне приходит клиент и говорит, слушай, а я хочу 10 в доллары. Я говорю, не вопрос, можно. А потерять 20 готов? Ой, нет. Тогда, говорю, переходим к второму вопросу. Значит, что тогда для тебя вот порог чувствительности? Давай разбираться. Вообще, что тебе нужно по жизни? Поэтому, смотрите, это не важно, иностранные площадки, не иностранные площадки. Есть просто, знаете, вот правила, когда что-то выше, чем гарантированный, там, опять же, кем гарантированный? S&P, тоже S&P сделает рейтинг, потом изменит. Называемый S&P, ну, типа этого, да. Так вот, S&P, хорошее название. Так вот, все, что сегодня, вот сегодня, завтра это изменится, завтра еще будет хуже. Все, что сегодня выше, где-то там, 3,5-4% в долларах, примерно столько же в фунтах, или там, может, чуть выше, или там, 1% в евро, это риск. Другое дело, что риск весьма разумный, но если клиент приходит, или потенциальный клиент, и говорит, а я хочу 20, пришел ко мне один товарищ, и говорит, слушай, а вот можно удвоить деньги? Я говорю, можно, теоретически можно. Готов, говорю, в рулетку сыграть? Ну, вот, пожалуйста, бумага упала, там, не знаю, на 80% на зарубежных рынках. Там комси, комса, то есть, либо да, либо нет. Если там будет все хорошо, она может и удвоиться. А если все будет плохо, еще потеряешь денег. Готов? Ой, нет, я пошел. Ну, я говорю, правильно говорю. Не надо из рынка делать казино. Вот в этом, кстати, большая проблема. Люди очень часто смешивают фондовый рынок и казино. Это две очень большие разницы, как говорят в Одессе. Хорошо, тут у нас господин Орешкин, может, вы его знаете, он нервничал, вернее, он предсказал, что в 21-м году из-за закредитованности населения, почему-то из-за закредитованности, могут быть определенные проблемы. И вот проблема в экономике России из-за закредитованности населения по расчетам Министерства экономического развития в любом случае взорвется в 21-м году. Плохо ли же закредитованность населения? Насколько она у нас высокая? И почему именно 21-й год? Ну, давайте вопрос разделим на две части. Да я бы на части на четыре бы его разделил. Ну, делите, насколько считаете нужно. Значит, первое, почему господин Орешкин касается вопроса закредитованности? Господин Орешкин чиновник. Какая главная задача чиновника? Определить, что не он виноват, защитить свою пятую точку, объяснить, кто во всем виноват. Закредитованность кто виноват? Центральный банк. ЦБ и банки. если что-то будет плохое, а плохое оно всегда случается, то господин Орешкин здесь ни при чем. Он молодец, он защищает, так сказать, свои границы. Ему не откажешь в разумности здесь. Теперь давайте по сути. А ЦБ говорит, ребят, проблема не там. Опять же, понятно почему. Теперь по сути. Да, Орешкин, кстати говоря, в данной ситуации, ну, можно сказать, открыл Великую Америку. Дело в том, что да, закредитованность населения это проблема. Теперь Центральный банк оперирует цифрами, говорит, ребят, а закредитованность не такая уж и большая относительно другого мира, других стран. И это правда. Знаете, как и ты прав, и ты прав, и я прав. А суть следующая. У нас с одной стороны цифры показывают, знаете, вроде как все нормально, средняя температура по больнице. С другой стороны, приезжайте в какой-нибудь маленький провинциальный город. Какой самый распространенный там бизнес? Микрокредитование. Потому что люди крутятся. До зарплаты перекрутятся. Именно, именно. И вот смотрите, вот мне недавно задали очень интересный вопрос. А почему у нас уровень кредитования потребительского выше, чем покупки? Ритейл растет меньше. Так, ребят, все просто. Наш народ сегодня замещает собственные деньги кредитами. А по кредитам надо, особенно по таким микрокредитным, надо отдавать проценты. И очень большие. Вот и все. И сегодня Орешкин, по сути-то, прав. У нас действительно, вот там, знаете, наш человек, который зарабатывает тысяч тридцать, там, не знаю, двадцать рублей в месяц, крутится от зарплаты до зарплаты, действительно, он сегодня должен соседям, друзьям, они должны ему, это жуть. И самое главное, он должен вот этим микрокредитным организациям, и пока мы спорим, как ограничить, чем ограничить. Запретить их? Запретить еще хуже. Ну, представьте себе, завтра запретили, человек перекредитоваться не сможет. Нет, ну, это у нас любят запретить, только это вызовет достаточно серьезный кризис и очень большое недовольство, потому что, ну, перехватиться-то всегда надо нормальным человеком. Вы же правильно сказали, что произойдет замещение, но будут кассы взаимопомощи, будет опять-таки кредитование друзьями, знакомыми, все будут друг другу должны. То есть, все это просто, рынок будет нелегальный. Абсолютно, абсолютно. Поэтому, смотрите, беда, беда, проблема, огромная проблема, и действительно, наше население, вы понимаете, проблема, вот, долг Японии, например, два GDP, гигантский долг, а их это не сильно волнует. Проблема не в долге, и не в размере этого долга, проблема в возможности его отдавать. В тот момент, когда у нас снижаются темпы роста, вернее, снижаются темпы роста, это я как-то очень деликатно сказал, в тот момент, когда разоряются огромное количество мелких предпринимателей, понимаете, у людей, вот они не видят этого света дальше, света в окошке. Да, крупные предприятия, особенно экспортеры, все отлично, все нормально, но, если мы говорим про вот этот вот небольшой обрабатывающий или обслуживающий сервисный бизнес, он задыхается сегодня, и люди не понимают, с чего они будут брать. Поэтому, самый важный вопрос, еще раз говорю, это возможность отдать долг. Когда у тебя сегодня есть доходы, завтра, наверное, будут доходы больше, то ты можешь кредитоваться, в этом проблем это нету. Проблема, когда ты понимаешь, что ты прокредитовался, а отдавать непонятно с чего, творческий риск. Не только риск. 730101, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня два вопроса. Первое, открывать ИС без разницы, через какой банк, имеет значение? Вы знаете, тут вопрос хороший. Значит, вы просто изучите, прежде всего, комиссионную политику банка или брокерской компании, дружелюбность их по отношению к клиентам, платформу, насколько она автоматизирована или нет. Я выбираю пока из двух, из зелененького и из ВТБ. Черт, я думал, из голубенького и розовенького. Вы знаете, я думаю, что в принципе у всех у них примерно одинаковая платформа, не вижу больших проблем, посмотрите, насколько вам комфортно. Смотрите, деньги клиентов у нас очень четко и жестко отделены от денег финансового института, поэтому по большому счету, работая вот здесь, вот вы застрахованы, если деньги держите в активах, то для вас, что небольшая брокерская компания, что большой, крупный, даже государственный банк с точки зрения сохранности, примерно одно и то же. Если вы работаете вот именно в рамках вот законодательства, там, ИИСа и так далее. Риски одинаковые. Ну, практически одинаковые, поэтому для вас более важный момент все-таки это комфортность инфраструктуры и удобство с точки зрения отчетности, и удобство с точки зрения вот программного обеспечения и так далее. Вот, а так по надежности примерно одно и то же, потому что главное, вот в тот момент, когда вы держите свои средства в активах, неважно, ОФЗ, акции, все что угодно, даже если что-то происходит с финансовым институтом, то с вашими деньгами ничего, в общем-то, произойти не может. Ну, за редкими какими-то уже исключениями, но это особо, скучая. Поняла, спасибо. А второе можно? Нужно, конечно. Я пользуюсь кредитной картой с небольшим там, с большим, вернее, сроком погашения до 100 дней. Это же тоже считается закредитованностью у меня и использую деньги банка на повседневные нужды, а свои там, куда-нибудь в 100% складываю. Это политика, как бы, моя стратегия или тактика. Верна? Вы знаете, эта тактика верна и неверна. Объясню. Чисто по-человечески она верна, потому что свои лучше отложить, а чужие лучше тратить. Вы знаете, это вообще очень такая характерная чисто женская политика. Вот поверьте, изучил. Теперь, если говорить по сути, а тут надо изучать кредитную политику вашего банка. Если они в определенных лимитах не берут с вас, так сказать, большие проценты, то это рационально. Посмотрите, какой процент вы платите. Если вы получаете, например, по своим инвестициям 7 годовых, а по кредитке платите 20, ну, выводы делайте сами. Но, слушайте, вопрос же не только в этом. Вот вам комфортно так делать, так наслаждайтесь жизнью. И если это разница там плюс-минус копейки, ну, так плюйте. Если это серьезные деньги, ну, наверное, нужно считать. Не переключайтесь. Потапенко будет. Ну что, у меня по-прежнему в гостях экономист, президент инвестиционной компании, московский партнер Евгений Борисович Коган. Так, ну, 903-797-6333. Слушайте, прям хорошие смски приходят. Добрый день. Цель долгосрочной инвестиции. Знаний, дела нет. Активы на данный момент 200 тысяч рублей. Большая часть уже в акциях США, Российских Федераций технологических компаний. Ежемесячно могу дополнять по 10 тысяч рублей. Первый, 18-19 год, инвестирование был сложный. И, судя по всему, я сейчас где-то немного выше нуля. В лучшем случае 3-4 в год в рублях. К сожалению, рано распродал перед коррекцией последний за вычетом всех комиссий и тому подобное. Какие инструменты лучше использовать для моих целей? Пифы, ноты, голубые фишки самостоятельно или еще что-либо подобное? Вопрос второй, когда и как зайти обратно в акции виза и мастер? Откуда я слишком рано вышел и, к сожалению, чего увидел из коррекции на 20%? Уже очень нравятся они. Рублям как обывателям не сильно доверяю. Ну, наверное, разделим. Вопрос все-таки вот при таком объеме инвестиций какие инструменты лучше использовать? Первое. Вот мне не понравилось, что вот в этой смс-ке нет самого главного. Чего этот человек, собственно говоря, хочет? Потому что, вот смотрите, если он пришел спекулировать и хочет как бы каждый день что-то зарабатывать, ну да, надо искать варианты входа там в ту же визу, мастер, я не знаю, или смотреть там вот Боинг упал, возьмем его, или там, что у нас там сильно упало, Сургут нефтегаз свалился, может быть, время купить. То есть спекуляции. Это одна ситуация. Судя по всему, товарищ занимается именно этим. Но, друзья мои, спекуляции штука такая, опасная. Сегодня заработали, завтра потеряли. Если же он рассуждает с точки зрения хочу приращивать свои деньги, слушайте, полно инструментов нормальные, те же самые УФЗ, я уже говорил, вы в рублях можете сегодня с учетом ставки заработать и 7, и 8, и 10 годовых и спокойно. И вообще не смотреть на экраны, забыть об этом и заниматься своими делами. Второе, у нас много корпоративных очень хороших облигаций. Посмотрите, например, на бумаги Уралкали. Они дают где-то в среднем, это ликвидная, нормальная компания, хорошая. Так вот, ее бумаги, облигации, по-моему, двух- или трехлетние, рублевые, дают там на процент выше УФЗ, тоже неплохо. Теперь, вы не хотите вкладывать в рублях, отлично, у вас есть ИТФ, привязанные там к различным иностранным инструментам, торгуются, между прочим, на ММВБ. Но я буду в своем, честно говоря, канале Биткоген достаточно подробно, не могу не порекламироваться, простите. Ну, конечно. Так вот, буду подробно о таких инструментах скоро говорить. То есть, ликвидные инструменты, которые дают возможность быть в валюте или привязанным к валюте, получать, может быть, небольшую, но гарантированную доходность в валюте. Почему наш брат исключительно бежит в сторону спекуляции? Может быть, все-таки заниматься своими делами, не быть вот этим профессиональным спекулянтом? Это что, мечта вашей жизни? Сидеть у мониторов, может, детьми займемся? Как вариант, хорошая история. 731. Доброе утро. Доброе утро. Слушай. Условный Александр. Да, Условный Александр, мы вас рады каждый раз слышать. Спасибо большое. Может быть, я не в тему, не понимаю, конечно, в пифах-папах, но вопрос про металлические щита. Раньше входывался где-то на протяжении трех лет палладий, но за последние полгода меня смущает его рост. Стоит ли продолжать это или уже стоит завязывать? С этим всем. Спасибо, спасибо, Саш. Да, но, смотрите, во-первых, рекомендации на тему будет палладий расти или нет, я не даю из принципа, просто потому, что я не знаю. И я думаю, что мало кто скажет, что он стопроцентно знает. Объясню, почему. С одной стороны, рынок палладий действительно немножко перегрет. С другой стороны, в мире палладий очень мало. Мы знаем о его очень серьезном промышленном использовании. Будет мир дальше развиваться, будет идти экономический рост, палладий, возможно, и дальше будет сильно востребован. Но, правда, предсказать движение палладий я не могу. Я могу только одну вещь, вот очень осторожно предсказать. Смотрите, если вы интересуетесь сегодня вложениями с чем-то связанным, знаете, тяжелый металл, хочется чего, как он там, подержать, вот пощупать, маешь вещь, я бы все-таки смотрел в сторону золота. Объясню, почему. Смотрите, идет парад девальваций. Все хотят ослабить свои валюты во имя экономического роста. Мы туда же побежим и не один раз, так сказать. И вот недавно даже все окрестные страны снизили, что-то Украина снизила на днях, Индонезия, Турция на днях снизит, до этого Южная Африка, Индия. Все бегут в этом направлении. Европа понижает еще стимулирующие меры. Все это, это колоссальные пуши для золота. Так, ну, в этой ситуации, наверное, правильнее держать золото как некий защитный инструмент. Потому что, с одной стороны, вот все эти снижения ставок это плюс для золота очевидный, второй момент. Вы знаете, вот в мире неспокойно, в любой момент что-нибудь произойдет. Вот у всех есть такое ощущение. Золото это некая safety haven, то есть спасительная такая вот кавань. Опять же, она всегда спасительная? Нет. Падают ли, так сказать, цены на золото? Еще как, со свистом. Предсказать, что вот оно завтра будет дороже, я не могу и не хочу. Но вот в этой ситуации я бы все-таки, наверное, смотрел все-таки в сторону золота. Теперь, вы можете покупать вот просто ETF на золото, ну, золото слитка глупо покупать. А можете покупать золотые акции, то есть акции золотопроизводителей. Это золото плюс дивиденды. Ну что ж, у меня в гостях, как я и говорил ранее, был Евгений Борисович Коган. Спасибо большое, Евгений Борисович. Ждем вас в гости снова. И не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова